Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели, почитатели! Неизменное наше приветствие! Программа «Диванные эксперты». Новый выпуск сегодня у нас в красно-черных тонах. Ну, мы с Мартином тут в бело-синим, но это мы и так фоном сливаемся со стеной. Гость у нас сегодня такой яркий, контрастный, и внешний, и внутренний, и, главное, в литературе. И тема нашей программы сегодня – «Жизнь писателя», потому что наш гость Екатерина Рысь – писатель. Она саровчанка, человек, блестящий, владеющий словом. В этом я смогла убедиться и давно-давно, когда мы пересекались в газете «Городской курьер», и листая вот эту книгу, читая, вернее, вчитываясь в эту книгу. Это ее, можно сказать, произведение «Религия бешеных. Полный курс выживания на чужой необъявленной войне». Вот представьте себе, хрупкая, можно сказать, такая, как стебелек барышня, и такая энергетика, такой сгусток «Религия бешеных». Даже в названии уже это все чувствуется. Сегодня мы будем говорить о книге, о писателе, о жизни писателя. Они молчат, они пока заслушались, наверное, я думаю. Мы начнем красного цвета в вашей жизни. Много? Красного цвета? Да. Но только в обложке книгер. Это в моей жизни много розового. Спросите, моя матушка, она зарыдает, потому что я покрасила кухню в цвет фуксии. А вот красный, кстати, вот этот вот пролетарский цвет, вы очень, кстати, спросили, потому что я вот здесь была, в общем-то, против вот этих вот революционеров, про которых я писала. И вот этот вот, собственно, красный цвет, как олицетворение революции, это вообще, он не был вот здесь, если честно. Но он не только олицетворение революции, он еще и как некий символ крови. А в этой книге очень много крови. И не явной, не реки крови текли, да, по площадям и просторам, а внутреннего вот этого вот кровоизлияния, вот этих вот изменений, которые происходят с человеком, который корежит со страшной силой. Это все испытано на себе? Я вам так благодарна, что вы увидели эту кровь. Вы себе не представляете. Вот, знаете, встретить вот такого читателя, который увидит именно то, что ты хотел сказать. Слушайте, ну это просто мои аплодисменты. Вот я хотела вот этого получить, я вот это получила. Я получила читателя, который меня услышал. Я сюда шла, я думала, о чем я буду говорить, о том, о чем я пишу. Я пишу о реальной жизни, вот о той, которая сейчас. Я вот с нашим писателем Игорем Макаровым разговаривала. Он мне рассказывал, как он писал о книге, тьфу, то есть писал книгу о начале Первой мировой войны. То есть сто лет назад. Он говорит, вот я работал в архивах в европейских. Я поняла, в чем разница история столетняя сейчас. Та столетняя история, она как мертвый труп. С ней делай, что хочешь. Препарируй, вскрывай, включай. Она не убежит и не сопротивляется. А современная история, это вот ты как будто взял живое сердце, и оно кровоточит у тебя в руках. И это именно вот эта вот кровь, она вся текла вот на странице вот этой книги. Я счастлива, что вы это увидели. Потому что я там даже перечисляю не всех погибших людей, которые погибли уже тогда, когда она писалась. Там крови-то было больше, еще больше, чем у меня даже описано. То ли я забыла упомянуть, я могла просто забыть, упомянуть там это, двух человек сбросили под поезд. Я забыла об этом написать. Нормально так книги пишутся. Вот. Именно вот это, вот эту живую кровь, вот это я вот это все и передавала. И для меня... Наверное, было очень тяжело это писать? Нет. Подбирать слова, образы. Или это просто жизнь описывалась? Я не о том говорю. Для меня это принципиально. Это принципиальное отношение к жизни. Для меня мало просто смотреть вот это на это все. Мне надо описать то, что я вижу. Вот если я описала ту жизнь, которую я прожила, значит, я ее прожила правильно, не напрасно, вот со смыслом. А описать то, что происходит прямо сейчас, пока оно кровоточит, это огромная ответственность. Это нужно большое мужество. Ну, в общем, да. Да. И я просто даже не стесняюсь этой ответственности. И мужество. Что странно, как вот такая мужественная женщина. Лучше бы вы похвалили мою женственность. Так вот я женщина, у которой приходится хвалить ее мужество. Вот, ну да, вот так. Кстати, о женственности. Вот если бы, мы отойдем сейчас на минутку от книги, вернемся в период, может быть, он был. Я предполагаю. У вас такая интересная походка бывшей манекенщицы. Это так? Слушайте, у меня походка будущей манекенщицы. Я на себе крест еще не поставила. А были ли вообще периоды жизни, когда вы были манекенщицей? Ну, вообще-то в Москве я отучилась в школе манекенщиц. Я вам хуже историю расскажу. Прическу мне подбирал Вячеслав Зайцев, поэтому все остальные от меня отцепитесь. Вот. Я выгляжу так, как... Как он увидел, да, вот этот образ. Сказали, как велели профессионалы. Но я окончила школу манекенщицы и поняла, что надо заниматься штангой. И вот тогда с тобой все будет нормально. Штангу поднимать? Поднимать, ронять. И катать попу. Катать. Ронять. Все с ней сделать. Вот тогда вот с внешностью все будет нормально. Марцин, ты заслужился наших женских разговоров. Да ты за меня, за меня ты не переживай, я включусь в нужный момент. А, понятно. Хорошо. У нас в программе есть вот такая книга, она обычно используется в конце энциклопедии афоризмов. То есть я читаю какую-нибудь цитату и прошу прокомментировать. Сейчас я хочу прочитать одну. Я заложила две. Хочу одну из них прочитать, потому что, мне кажется, она была бы очень уместна именно в начале разговора. Замечательный, хотя не всеми любимый, Гюстав Флабер заметил. Тему не выбирают. Вот чего не понимают ни публика, ни критики. В том и состоит секрет шедевра, что тема есть отражение темперамента писателя. Вот оно как, ложится с этой книгой? Конечно, ложится. Конечно, ложится. Нет, но это, ну понимаете, это был чисто вот журналистский такой вот... Эксперимент? Нет, не эксперимент, а ход. Но это была такая, на самом деле, это была прямая дорога. Свернуть никуда невозможно было, потому что они были самые яркие в то время. Это 2003 год. Это одна из партий. Это Москва. И это погружение в ту среду. То есть это реально ваш опыт жизненный, человеческий, журналистский? Ну конечно, я же это все прожила. Причем я абсолютно честна со своими героями. Я жила их жизнью. И в какой-то момент даже пришлось что-то вместе с ними делать. Ну то, за что не сильно это ругают. Вот, но когда... А голодать, например, да? Да это ерунда. А вот листовки клеить, это вот другое. И когда им надо было, вот перед выборами там, очередными в Госдуму, клеить тонны листовок, я так же, как и все. Вот такой вот муравей революции. Когда ты встаешь зимой в 5 утра, тебя выгоняют на мороз. Ты так вот идешь, лепишь эту листовку на стену. Это была адски тяжелая работа. Там люди просто вот каждый день как последний, потому что, ну, адски тяжело. Хотя, казалось бы, что тут, да, возьми листочек на мороз, клеим и приложить. А чего? Ни целый день, да. А потом тебя еще менты там за это дело прихватят. Вот. Когда ты целый день мерз. Это было ужасно тяжело. И потом они даже не могли мне ничего предъявить, что типа я вот как-то вот, ну, против них я. Они не могли мне ничего предъявить, потому что я честно работала. Когда надо было работать, я работала честно. А потом я уже могу говорить то, что вот я вот это думаю. Вот тут не нравится мне, я говорю, что не нравится. Так а что было впереди? Ты сначала туда вошла и потом про это написала? Или у тебя цель была изначально туда войти, чтобы написать об этом книгу? Слушай, ну ты знаешь, как... Ты представляешь себе жизнь журналиста? Я шага не делала без того, если это не подпадало под статью. Под газетную публикацию, которую я могу... Не под статью, не под статью Уголовного кодекса. Это же просто, это... Сейчас я найду эти слова. Ты даже не можешь, если ты не можешь об этом написать. Сейчас, 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 это даже где-то сказано. Это в самом начале. В самом начале. Че, забыла уже страницу. Сейчас я найду. Вы пока говорите. Да. Вот. Они просто были самые яркие. Я, да, пошла за самыми яркими. Еще мало того, что они самые яркие. Вот эта самая жизнь в них так бурлила, что это, ну, хотелось их как прикоснуться к источнику какой-то живой воды, живой энергии. И я это радостно сделала. Ну, то есть, получается, как это? Не как в позднем КПСС, да? И как сейчас, например, во многих партиях, когда люди отрабатывают номер по большому счету, используют это как движение в карьере. Это были люди, которые пламенели сердцами и искренне верили в то, что они делают, и думали, что только так и возможно добиться каких-то результатов. Вот именно сердцами они и пламенели. Это была абсолютная искренность. Вот они себе придумали, что им что-то не нравится, и что-то они там боролись за какую-то совершенно мифическую революцию. И вот эту революцию они создавали, причем создавали искренне. И вот эта искренность, да, она подкупала. И в результате она меня в чем-то, в общем-то, убедила. Хотя идеологически я с ними никак, вообще даже не коррелируюсь никак, я противник их. Но вот эта искренность, она меня убедила. Или фанатизм. Что? Или фанатизм. Или вера в какого-то одного человека, который для них заменяет все остальное в жизни. Нет? Ну да, фанатизм. Это, в общем-то, была секта. Причем это не мои слова. Это они сами, там, человек из верхушки, там руководителей, причем не один человек. Двое человек из, там, первой десятки, буквально руководителей. Я там, а чего, а что? А правда, они говорят, ну это секта. Только это секта, которая рвется к власти какими-то непонятными скачками, которые не ведут никуда. Неужели почему-то не страшно ни разу? Нет. Любовь помогала? Нет, не любовь. Какая такая любовь? Какая такая любовь, да? Нет. Я нашла, Екатерина, да, вот эти слова, ответ на вопрос. Я не собиралась ничего писать. Я просто уже не умела. Были блистательные времена, когда я цинично буквально не делала шага, если он не подпадал под статью, газетную публикацию, которую я могла продать. Души препарировались отточенными движениями скальпеля вместо шариковой ручки тонко, изящно и жестко сжатого в пальцах. Жестоко сжатого в пальцах. О, жестоко! Изящно и жестоко, да. А вот я прочитала жестко, это как мне показалось, было бы слово более точно, потому что изящно это предполагается легкое, а жестоко. Хотя здесь можно спорить. Вообще, вот что мне понравилось в этой книге, здесь очень точно выбраны все слова. Я не знаю, сколько усилий потребовалось для того, чтобы их соединить в предложение, предложение в главы, главы в разделы, и все это в общую книгу. Сколько лет она писалась? Ну, лет... У меня там был большой перерыв, когда я, в общем-то, все написала на 95, наверное, процентов, а потом просто доделала через несколько лет. Чистого времени сидения за компьютером я сосчитала. Это вот чай попить, это вычитаем. Поспать это вычитаем. Чистого времени 10 месяцев. Причем это писалось по... По мере поступления... Материалов, да? Материала, по мере развития событий, а потом я просто доделала такой финальный такой... Эпилог? Нет, не эпилог, а финальный такой аккорд, когда я все-таки взяла и доделала. Это было трудно? Нет. Опять не трудно. Не страшно? Не страшно? У меня самоцензура... Да. Не обидеть, не попасть под статью, только по-другую. Вот не обидеть, да. Вот буквально чуть-чуть по ком-то я там прошлась гораздо тяжелее, а потом что-то думаю, да ладно, фиг с тобой живи. И не стало. Ну, буквально там фразочку убрала. Я даже не могу это оценить, потому что у меня такой опыт постоянной этой работы. А самоцензура у меня в том, чтобы не сделать хуже. Себе или другим? Нет, не сделать хуже, чем я могу. В профессиональном плане, да? Да. Меня, вот, кстати, не смогли как-то вот вообще никуда сдвинуть. У меня вот есть какое-то свое видение, своя наполненность. И вот от этой, от меня, меня никуда не могут даже сдвинуть. А как было с изданием этой книги? Легко? О, ребята, никому не советую. Кто-то помогал хотя бы. Как это вообще происходит? Как вообще происходит, да. С улицы в издательство или что? Ну, с улицы в издательство, но это вот было уже третье мое обращение в это издательство. А сколько их всего, их так по кругу. То есть они приходят и говорят, спасибо, девочка, до свидания, да? Спасибо, девочка, до свидания. Ну, ладно, оставь, почитаем. Или как? Ой, я уже даже не воспроизведу, какая-то обращаешься, обращаешься, обращаешься. А тут сыграло то, что, я говорю, это уже было мое третье обращение, сыграло то, что посвящено Эдуарду Лимонову, а он у них издавался. И они решили, что я пришла от него. А я для него враг номер один. И они его просто не переспросили. Ребята просто слегка так это облажались. Они взяли не то. Вот, они буквально, да, они просто... Это Бог помог, случай, обстоятельства. Ну, если я скажу, что перед этим я нашла в Москве храм с мощами Николая Чудотворца. Вот все ломились, когда привозили его мощи... Из Бари, да? Да, откуда-то привозили в километре. Есть храм, где прикасаешься к мощам, и тебя начинают вот так переворачивать. На Пятницкой улице. Это храм Иоанна Претича, всем рекомендую. И тебя начинают вот так переворачивать. И вот после этого что-то... Вот это вот сдвинулось. Вот. Но это была доля процента вот это издать. Причем издать именно вот это. Потому что партия-то запрещенная. А были какие-то, ну, по марке цензуры? Вообще существует ли сейчас в писательстве такая вот внешняя цензура, редакторские правки, в издательстве какой-то человек, который говорит, вот это мы не возьмем, вот эти главы переписать, это переделать? Ну, если они Лимонова издали, то им уже ничего не страшно. А у меня здесь не поправили ничего. Они сказали тексты стремительные, как пуля. Думаю, ну, слава богу, хоть кто-то нормально... Заметил, да? Да, хоть кто-то заметил. Динамику мою. Да, все нормально. А по деньгам, если, конечно, можно такой вопрос задать, это дорогое удовольствие, наверное, я предполагаю. Для них это дорогое удовольствие. Когда сам издаешь, это вообще дорогое удовольствие. То есть они мне просто сделали такой подарок и издали мою книгу. Естественно, я за нее ничего не получаю. Но они мне сэкономили 200 тысяч. Ну, нормально так это... Ну, в общем, да. Тираж какой у нее? Тираж? А мы сейчас посмотрим. А я не помню. Ну, какой-то там минимальный такой стандартный... Да, 2000 экземпляров тираж. Нормальный, хороший тираж. Это очень прилично. А куда потом? Это в книжные магазины или как? Да, причем что-то не все ее взяли как-то. Я посмотрела что-то как-то это... И в Сарове где-то она тоже будет в магазине или уже есть? А обращайтесь в саровские магазины, кстати, они ее привозят. Читай на? Да, да. Они ее привезут. Если заказать, они ее привезут. А вышла она, получается, в 18-м году? Она в 18-м году была отпечатана. Что происходит-то? Почему только через три года? Нет, мне просто через три года захотелось с кем-то поговорить. А, ну-ну. Вот. Это просто я до вас дошла. Я смотрю, что-то меня никто не теряет. Никто не приглашает. Никто не приглашает. Да, тут не успел писатель Шаргунов сделать книгу свою про два подвига Сарова. Очередное какое-то творение. Тут же его привезли в библиотеку с презентацией. То есть никакой промо-деятельности дополнительной не велось? Потому что обычно, если писатель что-то написал, его начинают не таскать, а отправлять на интервью. Еще где-то какие-то публикации сопровождают. Ничего не было в продвижении? Они сказали, что нет, мы не рекламируем. Дальше уже ваши проблемы, ваш интерес. Да, они сказали, что мы не рекламируем. Я поняла, что надо вообще через хитрый ход, который я пока не озвучиваю, рекламировать. А в принципе, писательский труд – это доходное дело или нет? Ну, я так понимаю, что раз… Это расходное дело. Да, подарком сделали печать, но процентов никаких нет. То есть это получается, человек работал, работал, работал. Работал, человек работал, потому что… Душу вывернул, и все, и сидит на бабах. А есть что-то надо? А мне не надо есть. Я, это, чем меньше ем, тем я красивее. Вот, это вообще не про деньги. Нет, это я какие-то бонусы, может быть, себе там смогу заработать тем, что… А я, типа, писатель. И как-то, где-то, как-то, чисто вот этим заработать нет, а как-то это там… Скользко, фразочку бросить, да? Нет, каким-то опосредованным только способом. Но я говорю, это вообще не про деньги. То есть я вообще не понимаю, почему со мной говорят про деньги, когда я… Я это делала, потому что я не могла не писать. Вот говорят, стихи надо писать, когда не можешь не писать. Да. Я не могла не написать вот такую книгу. Ну, у каждого свой масштаб, да. А журналистика еще осталась в вашей жизни в биографии? У меня сил не хватает. Я могу заниматься только вот тем, вот только на себя силы тратить. Я уже не могу распыляться. Вот. И это вот было только вот… Желание сделать свое дело. Причем я… Вы поймете разницу между писателем и журналистом. Ну, например, в чем, а? В чем? В чем. У журналистов каждый день новый собеседник, новая тема, которая ему может быть неинтересна, но есть задание редакции. И нужно сделать быстро, срок, качественно, чтобы это было востребовано, особенно если это печатное СМИ. А еще второй аспект есть, между прочим, и все журналисты это прекрасно понимают. И на самом деле бегаешь по кругу новых тем. Да нет, ты годовой совершил. И те же, там же, про тоже. Ну, если там нет пожаров там или чего-то. Так вот я с ужасами убежала от этого круга. Да, я вырвалась из круга. И потом, да, я просто занялась темой, которая мне интересна. Я больше уже не могла. Ребята, ну это как любить по заданию. Ну это же в какой-то момент это становится совершенно невозможно. А если ты разведчик по заданию полюбишь? Да ладно, если ты разведчик. А если ты можешь три года каждый день писать о чем-то и ни разу не писать о том, что хочется именно тебе. И вот это я бросила все. Я плюнула на все. И я занялась темой, которая интересна лично мне. Причем, опять же, занялась людьми, оказалось, что они мне ужасно не нравятся. Ну вот не нравится мне эта их революция. Но мне было интересно об этом написать. Ну прошло уже три года с момента издания книги. Неужели тема до сих пор не отпускает? Нет, ну а что значит не отпускает? Да нет. Если бы я хотела продолжение этой темы, я бы вместе со своими героями поехала на войну, куда они все отправились. И они, в общем-то, своей жизнью страшной вот этой такой, но страшно закаленной. Но они всю жизнь на войне. И когда началась настоящая война в 14-м году, они же все уломанулись туда. Если бы я хотела продолжение всей этой темы, я бы поехала туда, но у меня здоровья нет. И вообще, ну и вон нафиг, нафиг, нафиг. Я что-то как-то, у меня экстрима, что-то мне как-то хватило. А вот скажи, ну люди же на момент издания книги еще были, грубо говоря, возможно, живы. У них-то какое отношение к этому ко всему? Спасибо написало правду? Или, как ты говоришь, у Лимонова враг номер один? А ты не читал? А ты посмотри, там такие проклятые. Но я, господин Алексеев, наш журналист, друг мой, он радостно отслеживал и докладывал мне. Комментарии? Нет, и докладывал мне, что тебя ненавидят от Калининграда до Владивостока. Но я у них враг номер один. Это был мой первый поступок, когда я специально сделала что-то, чтобы вызвать ненависть людей. Потому что я их считаю своими идеологическими врагами. И вызвать ненависть идеологических врагов – это именно то, что ты должен сделать в своей жизни. Если ты человек-патриот и праздник. Да, да. Потому что я же написала… Ну не стала бы я тратить силы и столько бумаги на то, чтобы просто написать про людей, которые мне не нравятся. На их фоне я просто гораздо выгоднее транслирую собственные идеи. Потому что была вот эта организация. А были организации совершенно другого толка и такой православной направленности, которые говорили, что в России самое главное – вот православие превыше всего. Мне это настолько понравилось, что на самом деле, что я в ту Москву поехала. Я вот не к ним поехала. Я поехала к тем людям. А за этими людьми я следила уже, ну потому что они были очень доступны. На самом деле я книгу эту издавала. Ради цитаты на последней обложке, ради вот этой вот цитаты, я издавала всю эту книгу. Ну надо ее прочитать тогда. Цитата эта гласит. Мы должны быть воинством Христовым, которое будет всем и вся. И места никому нет больше в России. Если она под ножей престола Божьего, то места никому больше нет. Вся Россия – воинство Христово. Каждый военнообязанный будет знать свое место и будет в духе делать то, что нужно делать. Какие казаки, какие политические партии, гражданские организации, общественные организации. Вся Россия станет воинством Христовым. Вот что нужно. Вот к чему мы ведем. И мы к этому приведем. Господь приведет. И для меня вот эти слова настолько огромные, что я все затевала ради именно этих слов. И я шла на конфронтацию с 50-тысячной организацией, потому что у них я таких слов не услышала. У них я услышала нечто совершенно противоположное. Я расскажу все-таки, почему они мне не нравятся. Не то, что революция мне не нравится. Хотя я революцию ужасно не люблю еще с 1917 года. Можно подумать, что… Ты так долго здесь. Вон оно как. Хорошо сохранилось. А так это спорт, спорт и еще раз спорт. Да, практически ничего не ест. Она же сказала, еда мне не нужна. Да, вот так я и прокололась. Вот. Ту революцию я не люблю. А еще я очень не люблю революцию 93-го года, свидетелем которой я оказалась. Вот эти бесконечные танки на улицах мне ужасно не понравились. А еще больше мне не понравилось то, что были две противоборствующие стороны, а мне почему-то приходилось шарахаться ото всех. И вот я там вот ходила под этим, вот эта бесконечная колонна танков, вот эти трассирующие пули в небе над Останкино. Я поняла, что столкнулись две половинки одной двери. И почему-то между ними попала я. Мне это настолько не понравилось, что я тогда решила так. Государство, призванное меня защищать, вдруг разделилось внутри себя. И друг на друга двинулись две половинки одной двери. Но в этой радостной войне была третья сторона. Я, мы, те, кто оказался между двух огней, вообще никак не взятые в расчет. Чем-то при тех исторических раскладах можно было пренебречь, и ни минуты не сомневаясь, пренебрегли как раз нами. Я могла тогда очень многого не знать и не понимать. Но это знание впитывалось в меня помимо слов. Я вдыхала его с осенним острым воздухом, с горькой, как дым пожара, любовью. Моя страна растоптала мой иллюзорный мир, дав мне одно твердое знание. Я теперь никогда уже не смогу быть просто жителем этой страны, сидеть и выбирать из двух одинаковых. С этими я или с теми? С кем? Если я не знаю ни тех, ни других, и меня пытаются настичь отовсюду. Я всегда буду стоять, как кость в горле, вне установленных правил, вне закона. От патрулей, свято соблюдавших тогда комендантский час, я теперь буду скрываться до конца жизни. Мне придется очень сильно маскироваться, но я так и не смогу изменить себя внутри. Я по-прежнему буду мечущейся в воюющем городе бродягой. Как призрак черными московскими дворами я вечно буду уходить ото всех. Я всегда буду третьей, неучтенной стороной, но только теперь уже очень заинтересованной стороной. Тогда кто-то что-то проворачивал без меня, провернул. Все вроде бы уже давно улеглось, но пока есть я, та разборка еще вовсе не закончилась. Потому что должен настать и мой черед стрелять. И вот когда я решила написать вот эту книгу, когда я решила ввинтиться обратно в эту жизнь, это я решила, что все, моя очередь стрелять. Сказала, кстати, про маскировку, у меня все время гложет вопрос. Я не знаю, есть ли специальные термины у этого, но по-моему используется стокгольмский синдром. То есть когда ты находишься внутри некой организации, ты проникаешься... Которые тебя мучают, и ты проникаешься в симпатии. Да, вот видите, ну это как вот агенты внедренные, тоже полицейские испытывают это. Про это у меня очень мощно тут, потому что в результате-то они меня, в общем-то, как-то так слегка, хоть каким-то образом на свою сторону склонили. Потому что это проклятие внедренного агента, когда ты влюбляешься в людей, которые рядом с тобой, и с которыми, в общем-то, иногда даже какой-то, типа, бой приходится ходить, и которые прикрывают твою спину, а ты знаешь, что вы вместе вот только вот до первого поворота. Это очень тяжело. Это ужасно. Нет, но тут была реальная ситуация, когда я реально не могла себе позволить влюбиться в человека, потому что мы идеологические противники, мы куда дальше. Но в результате я все-таки в этих ребят влюбилась, в том, в глобальном смысле я в них уверовала. Интересно. Сказала я идеологический противник, враг номер один, и я в них влюбилась. Да, да, да. Как это может сочетаться? Да, да. Это может сочетаться, когда вот ты там два года вот этим живешь безвылазно. Я, да, я знаю, что я их идеологический противник, вот этих конкретных людей. Люблю. Люблю, да, конкретных людей. Люблю, знаю, что если придется друг в друга стрелять, мы это будем делать. Делать, да? Да. С молитвой причем, да, каждый со своей. Но в общем-то вот этой книгой я очень сильно выступила в их защиту, потому что там был момент, когда они что-то митинговали, домитинговались, посадили одновременно 50 человек. Ничего они не сделали такого, чтобы их так закрывать. И это был такой кошмар. У меня было чувство, что... Что я просто написала эту книгу, а у меня было чувство, что я кинулась просто головой в стену бутырки, чтобы попытаться ее пробить. Вот что я сделала вот этой вот книгой. Я хотя бы какой-то вот ляп там оставила. Причем я очень конкретный такой ляп оставила, потому что, когда этих ребят судили, они там прочитали такие, как это, последние слова. Слова звучат так страшно, они звучат таким приговором тем судям, которые их судят. А я взяла и просто процитировала. Вот как честно я поступила с этими ребятами. Я еще раз дала им и их последнее слово, и оно теперь вот просто вот так вот. А насколько сложно было сказать свои последние слова? Вот эти самые последние страницы. Самые-самые последние. Вот ради самых-самых последних страниц пришлось постараться очень сильно. Потому что вот эта вот здоровенная 500 страниц с мелким шрифтом. Огромная книга была написана, а я считала, что у меня вообще нет книги. Потому что у меня не было вывода из всей этой истории. И в какой-то момент я просто озадачилась. А мне... Чем меньше я ем, тем яснее я соображаю. Я, в общем-то, я на два месяца... Стала голодать? Да. На два месяца я в принципе ничего не ела, потому что мне это мешает. А еще мне надо было описать реальную голодовку, на которую они сподвигли меня там участвовать. Да. Они сказали, вот, надо в защиту этих политических заключенных. Надо. Причем у них там были тетки стокилограммовые. Конечно, им понадобилась я. Люди, которых я считала своими друзьями. Хотя там некогда было дружить, но вот насколько это было возможно, которых я считала своими друзьями. Я предстала при их ясной очереди, они сказали, о, рысь, отдавай-ка ты его на голодовку. Ты у нас самая толстая, да? Иди поголодай еще. И в прямом... Мне практически прямым текстом было сказано, вот, ты такая худощавая. Типа, быстро кончишься. А, и наоборот, чтобы умерла. Быстро сдохнешь. Это все, чего я заслужила. О тех людей, в которых уже... Почти уверовала, да? Почти уверовала и в которых влюбилась. И я настолько разозлилась, что согласилась. Но они же не знают, что профессиональная манекенщица, ее хлебом не кормит, дай поголодать. Она это умеет. Она это просто тупо умеет. Я просто тупо умею жить... Обходиться без еды, да? Да, без еды мне от этого только лучше. Голова гораздо яснее работает. И последние страницы писались именно в таком состоянии? Последние страницы писались в состоянии... Я даже не знала, до чего можно дойти. Потому что я никогда не голодала два месяца. Что это было? Космос? Открылся космос? Да. Космос начинался просто вот от меня. А потому что секрет этого голода. Вы не выживете на голоде, если не будете читать молитвы. Я прочитаю самый последний абзац. Вот я хотел спросить. Вот это очень важно после этих слов. Самый-самый последний абзац. Да, я его вычитаю. Да, можно. Я столько ломала голову над этой историей, пытаясь уложить все увиденное в голове. Я чуть не сломала себе шею. И вдруг все оказалось так просто. Ничто не должно занимать в душе место Бога. Неодержимость секты, неодержимость человеком. Это абсолютно ложный, убивающий душу путь. Но когда есть Бог в душе, место больше ни для чего не остается. Нет никого страшнее человека с Богом в душе. Нет ничего страшнее молитвы. В общем-то, вот этими словами можно завершать вообще все. Я так и хотела. Но раз вы спросили, я это прочитала сейчас. Потому что я постепенно дошла вот до этого страшного понимания. А почему страшнее молитвы? Не сильнее, не мощнее, да не страшнее. Потому что... Это только кажется. Молитвой можно согреваться. Почему надо читать молитву, когда ты голодаешь? Потому что уже где-то на какой-то там, может быть, на четвертый день эта молитва начнет что-то шевелиться, пробуждаться. Когда ты буквально читаешь эту молитву, а у тебя по телу что-то побежало. Ну и наша Богородица, какую молитву? Ну любую, любую, любую. Вот. Энергия начала просыпаться. И вот этой энергии можно разбудить море. Просто море. Я согревалась. А причем мы там сидели, в этом штабе их. Там, конечно же, сразу отключили отопление. И был жуткий холод. Плюс к этому голоду. Что стоило только начинать читать там молитву. И сразу бросают в жар. Вот как надо жить. Да никакой еды не надо. Еда вот эту энергетику настоящую, она просто убивает. Вот так вот, Мартин, оказывается. Мой вопрос можно задать? Да, конечно. Для кого книга, как раньше писали, для детей и юношества? Кто твой читатель? Потому что понятно, что в любом случае ты как бы суммлибировал ее для себя. Но тем не менее ты ее издала. Кто твой читатель? Кому ты порекомендовал? Идеальный читатель. Не идеальный даже. Ну или хотя бы портрет читателя. Это очень сложный вопрос. Но я очень верю, что у нас полно людей, еще даже гораздо более интеллектуальных, чем я, которые вот это все, я таких встречала, которые это все проглатывают прекрасно. Причем я ее писала так, чтобы хоть что-то, хоть в какой-то момент человеку показался неудобоваримым. Специально, чтобы чем-то она его царапнула. Я встречала людей, которые все это проглатывали. Говорят, ну не все нормально. Это люди огромного масштаба. Я скажу, я очень с трудом... Вот я также читала еще одну книгу только в своей жизни. Это Зюзкин парфюмер. Я там мучилась, потому что там настолько натуралистично все было описано. Мне было очень тяжело читать ту книгу. И здесь я чувствую вот это вот внутреннее напряжение, оно мне передается. И я с большим, опять же своим собственным уже внутренним напряжением читаю страницу со страницей. То есть мне интересно следить за сюжетом, но мне очень тяжело от энергетики собранных слов. Почему я сказала, как удалось вот это все собрать, предложение... Ну это надо очень хорошо прочувствовать. И владеть русским языком. Владеть русским языком, да. Хотелось бы, да. Да, можно я еще одну цитату прочитаю? И короткий комментарий к ней будет завершением нашего разговора. Давно-давно, в 18 веке, жил английский поэт Сэмэль Джонсон. И он сказал, то, что написано без усилий, читается, как правило, без удовольствия. Ну как без усилий? Нет, я не вымучивала. Вот я не вымучивала. Наоборот, был момент, когда я целый год за ними шпионила, я ничего не писала. А потом какой-то этап закончился, я села за компьютер, и я не смогла уже за него встать. Я просто не смогла. Половину этой книги было написано за два месяца. А потом эта история получила какое-то удивительное продолжение. И я уже охотилась за возможностью получить продолжение этой истории. И вдруг они меня опять дернули в эту Москву. Приезжая на концерт, а я после того концерта еще задержалась и получила продолжение. Когда вроде бы там даже повторяется сюжет, но только в конце буквально первой части, первой половины в тюрьму попадают семь человек. Потом еще сорок. А потом попадают еще сорок. То есть вся эта история выходит на какой-то совершенно другой виток. И представьте, какое счастье для писателя, что все это вообще происходило на моих глазах. Так удачно я зашла, что там... Так удачненько я зашла, тут всех посадили. Да, и так удачно я зашла, что я оказалась просто свидетелем всех вот этих вот жутких человеческих трагедий. Вот. Как это звучит вообще. С одной стороны, вот как с профессиональной точки зрения, позавидуешь, но по-человечески, ну... Ну да, в какой-то момент... Цинизм какой-то определенный есть, да? Нет, цинизм здесь колоссальный, я даже не скрываю. Потому что вот я об организации, которая мне нравилась, я же там практически ничего не говорю. Потому что я просто не стала их трогать. Смешивать это все. И смешивать, и в одной книге их упоминать, в общем-то, это грешно. Вот. Организации, которая мне нравилась, я пощадила, а их я вообще не пощадила. Я про них писала так, что я же их не пощадила. Я высыпала в их защиту, но я их не пощадила. Можно сказать, что жизнь прошла не зря, несмотря на то, что еще вся жизнь впереди. Но вот уже сейчас можно сказать так? Вообще не зря. Потому что, да, я смогла переварить вот тот кусок этой жизни. Я его разжевала, я его выдала, вообще не зря. Это как этот самый врач, хороший врач, он безжалостен. Да. Хороший писатель, видимо, тоже безжалостен. Да я просто как палач там сработала. Ой, извините, я что-то за микрофон начала хватать, значит, уже все разошло. Ну да, тогда мы не будем уже дальше мучить ни микрофона, ни себя. Мне кажется, что вот сейчас пусть мы лучше немножко не договорили и поставим точку с запятой, запятую, многоточие. Не точка. Потому что у Екатерины Рысь еще вся жизнь впереди. Тем более до съемок она сказала, у нее впереди очень интересный поворот. Удачи на этом повороте. Ну а на этом мы заканчиваем нашу программу «Диванные эксперты». Смотрите нас, слушайте, читайте и комментируйте. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok